Стала известна судьба дома 31 на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, где на днях произошел взрыв газа. В первые же часы после трагедии людям была оказана вся необходимая помощь, предоставлено временное место проживания. Что делать с имуществом, которое осталось в квартирах, смогут ли жители вернуться домой? Эти вопросы на протяжении двух дней совместно отрабатывали в администрации округа и правительстве Московской области. Подробности в нашем сюжете. Вот что-нибудь пошла, телефон купила, я нифига ничего не понимаю. Лидия Комиссарова не теряет оптимизма, хотя всего сутки прошли с момента, когда она вместе с мужем экстренно бежала из своего дома. Паспорт и деньги – это все, что удалось захватить в спешке. Как признается Лидия Михайловна, душа у нее не на месте, тянет домой. Ну хоть так подойти к дому, хоть посмотреть так это, хоть с виду, может там что уже облагородили. После эвакуации из разрушенного дома часть людей уехала к родственникам. Остальные были размещены на территории детского лагеря «Солнечный». Сейчас здесь 23 человека, из них пятеро детей. Ежедневно с ними работает психолог, на связи социальные службы. Какое настроение? Как молодежь себя чувствует? Нормально? Не замерзли сегодня? Нет. Тепло, уютно, кормят, поят, что накормили, напоили, одели. Лично с жильцами пообщался глава округа, рассказал последние новости. С возвращением домой пока придется подождать. На это время жители обеспечат всем необходимым, помогут восстановить документы. А чтобы дети не пропускали дистанционные занятия, привезут ноутбуки и USB-модемы. Больше суток на месте происшествия работали спецслужбы, расчищали завалы, проводили экспертизу здания. После взрыва 4 человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Погибших трое. Каждой семье будет оказана вся необходимая помощь. В соответствии с законом Московской области есть возможность выплатить погибшим по миллиону рублей. Семьям погибших по полмиллиона рублей, тем, кто оказались в больнице, пострадали. Также в соответствии с законом Московской области Минсоцразвитие выплачивает до 30 тысяч рублей каждому. Это на первую помощь пострадавшему члену семьи, если одиноко проживающий, до 50 тысяч рублей. Те, кто выбежал без вещей, все были обеспечены вещами. Очень много неравнодушных жителей Орехово-Зуевского округа, из соседних муниципальных образований. Местные наши предприниматели принесли и для детей все необходимое. Плюс предметы гигиены, памперсы, одежду. Кому не подошли какие-то там размеры или еще что-то, мы выплачиваем, помогаем деньгами. Для того, чтобы люди хотя бы по этому сезону были одеты. Только после того, как территория у дома была расчищена, людей по очереди в сопровождении спасателей и полиции пустили в квартиры, чтобы они могли забрать ценные вещи. Мебель и бытовую технику перевезут позже. Администрации готовы помочь с хранением. Для этого выделят складские помещения. Но что делать дальше? Какова судьба дома? Эти вопросы обсудили вместе с губернатором Подмосковья. Андрей Воробьев пообщался с жителями через прямое включение из здания правительства. Есть вопросы ипотеки, о которой необходима юридическая консультация. Есть вопросы, что люди имели собственность, но проживали где-то у бабушек, дедушек, родителей. И, соответственно, тоже все потеряли. Мы сейчас будем с каждым искать индивидуальные какие-то механизмы, чтобы оказать людям помощь. Главная задача, которую поставил нам сегодня Андрей Воробьев, наш губернатор, чтобы ни один человек не оказался без должного внимания. Дом был проверен диагностической системой «Струна», которая разработана специально для экспертизы поврежденных зданий и сооружений после землетрясений или взрывов. Официально было принято решение здания восстановить. Первыми будут отремонтированы третьи и четвертые подъезды. Они пострадали меньше всего. По прогнозам специалистов, работы в них будут закончены до 30 апреля. Остальные жители смогут вернуться домой не раньше октября. До этого времени каждому будет оказана вся необходимая помощь, включая временное жилье. Также, как отметил глава округа, все коммунальные начисления будут приостановлены, пока люди не вернутся в свои квартиры.